This video is freeware, so you can use it as you wish. Гагалфи арестов. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Начинаем заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обстановке, сложившейся в результате чрезвычайной ситуации, которая произошла на территории Уральского и Приворского федеральных округов. Степанов Владимир Викторович, начальник Национального центра управления в чрезвычайных ситуациях. Пожалуйста, слушаем ваш доклад о принимаемых мерах по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Уважаемый адрес министра Российской Федерации, уважаемые коллеги, на территории Курганска, Челябинска, Свердловска, Кеменской областей в 7 часов 20 минут произошел метеоритный дождь, сопровождающийся световыми вспышками и ударной волной. В результате на территории Челябинской области имеются отдельные случаи незначительного повреждения, стекления верхних этажей в 297 зданиях, в том числе 12 больницах и школьных и доскольных учреждениях. По предварительным данным, от порезов, осколков, стекла пострадало свыше 500 человек, из них свыше 80 детей, в том числе 112 госпитализированных в лечебную учреждение. Проведенный мониторинг и обследованный территорий показал, что эволюционный фон в норме, системы и объекты экономики и энергетики связи, транспортные инфраструктуры и жизненность печей населения функционируют в штатном режиме. Отмечаются случаи откорения нарушений связи и повышения нагрузки на операторов связи. Нарушения в работе космических летательных аппаратов и воздушных судов не зарегистрированы. Обращаю внимание, что была создана система антикризисного управления, проведены необходимые заседания и уточнения, в том числе заседания комиссии по различным ситуациям в Челябинской области, развёрнутые оперативные штабы Уральского регионального центра. Проводится комплекс мероприятий по информированию населения о сложившейся обстановке и принимаемых мерах. В работе принимают участие более 20 тысяч личного состава и почти 4 тысячи дни с техники. Проводится мероприятие по жизненностечению пострадавшего населения, усилен контролем социально-значными объектами, осуществляющей комплекс мер по защите тепловых контур, разрушенных зданий и от других мероприятий. Авиация, МЧС России, спасатели и отряды Центранспорт, лидер, готовы к поведению работы. Также к 17-й штамм готов к борт ЕФ-42 для убытия рабочей группы правительственной комиссии. Так вот закончим. Спасибо за работу, Владимир Викторович. Мурак Игорь Александрович, заместитель губернатора Челябинской области. Игорь Александрович, пожалуйста, какие меры предприняты и какая поддержка федерального центра нужна вам на месте? Добрый день, уважаемый Владимир Андреевич. Докладываю по ситуации на 17 часов Челябинского времени. Без повторения предшествующего выступающего, значит, что проведено? Оперативный штаб организован, работа проводится. Значит, провели в 11.30, 9.30 по Москве, в 11.30 по нашему времени конференцию со всеми СМИ. Присутствовало 35 СМИ, значит, показали ситуацию, которая есть сегодня на данный момент. Значит, заслушанные все председатели комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципалитетов провели в 13 часов заслушивания. Наиболее пострадало из 43 муниципалитетов 8 муниципалитетов. В 3 муниципалитетах ведет ревчим чрезвычайной ситуации. На 17 часов Челябинского времени, докладываю, обратилось в учебное учреждение всего 524 человека. Из них 82 ребенка. Госпитализировано 34 взрослых, 12 детей. В том числе тяжелых, находятся в реабилитации, 2 человека. Средство, которое сегодня есть на территории Челябинской области, достаточно развертанно. Центр медицинских катастроф проводится мониторинг ситуации. Потом, на время на 17, в лечебном учреждении почти прекратился. Что касается материальных и денежных затрат, Владимир Андреевич, ситуация находится под контролем губернатора Челябинской области. Буквально через 30 минут будет сухон штаб, губернатор будет проводить очередное совещание. Достаточно сегодня в Челябинской области сил и средств для ликвидации последствий данной ситуации. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Игорь Александрович, спасибо за доклад. Каграманян Игорь Николаевич, заместитель министра здравоохранения. Слушаю вас, пожалуйста. Уважаемый Владимир Андреевич, уважаемые члены правительственной комиссии, в дополнение к тому, что озвучил Игорь Александрович, я подтверждаю эти цифры. Единственная ситуация в развитии продолжают обращаться за оказанием медицинской помощи жителей города Челябинска, прилегающих районов и на 15 часов московского времени уже количество обратившихся за медицинской помощью несколько выше, 571 человек. В отношении 34 человек, находящихся в стационаре, оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Мы с самого начала развития ситуации вместе с Минздравом Челябинской области этот процесс координируем. Вместе с вами в составе рабочей группы Владимир Андреевич вылетает первый заместитель руководителя Центра медицины «Катастроф. Защита» с бригадой специалистов для координации оказания медицинской помощи. Дано указание Федеральному медико-биологическому агентству в случае необходимости привлечь силы и средства, находящиеся в регионе. Ситуация находится на контроле. Доклад закончен. Спасибо, Игорь Николаевич. Я вас попрошу, вы дополнительно поработайте все вопросы, какие медикаменты нужны на месте. Это первое. Второе. Определите по жизненным показаниям два пострадавца, которые находятся у нас в тяжелом состоянии, необходимость транспортировки спецавиации МЧС России в стационарные лечебные учреждения города Москвы. Мы двигаемся дальше. Заместитель начальника лаборатории Российской академии наук Дмитрий Дмитриевич Бадюков. Я попрошу, Дмитрий Дмитриевич, нам нужен четкий прогноз. Есть у нас повторные угрозы таких метеоритных дождей или нет? Пожалуйста. Повторные угрозы такой нету. Соответственно, метеориты падают, хотя регулярно, но достаточно редко. Судя по всему, здесь прошло тело порядка, ну, я не знаю, со входом 10 тонн, 100 тонн. Поражающий фактор явился в основном отошедшая ударная волна баллистическая, произошедшая разрушение. Соответственно, загрязнений никаких атмосфер бояться не нужно, и повышение радиоакционного фона тоже бояться не нужно. Повторение такого случая практически невозможно. Дмитрий Дмитриевич, мы фиксируем протокол правительственной комиссии, что повторных опасностей и угроз, связанных с метеоритным дождем, на территории Российской Федерации нет. Я так понимаю? На территории Российской Федерации, ну, это вещь маловероятна после этого случая, а, соответственно, в данном регионе нет. Хорошо, фиксируем. У нас на связи начальник оперативной группы Главного управления МЧС России по Челябинской области, Чистяков Игорь Игоревич, он находится возле Литового дворца. Пожалуйста, слушаем наш доклад об обстановке на месте. Здравия Узбай, докладывается нашим городом другом, Академия Чистяков. Академия, на территории Литового дворца Российской Федерации, В момент вознаграждения Узбайной Олны проходил, уделил это немножечко процесс, здания находились в тренера, в обстеже и в службе персонала. При службе попадались в оперативную персонал, проведенную областью всех находящихся зданий, погибших по страдам, нет. В комиссии здания в проведенном службе решаются вопросы гораздо меньше, чем в службе. Игорь Игоревич, спасибо за работу. Я обращаюсь к членам правительственной комиссии, коллеги. Какие есть еще общие вопросы? Пожалуйста, Александр Васильевич, пролок. Спасибо. Владимир Игоревич, хочу вам доложить, что немедленно после наблюдения о нашей наблюдательной станции ночью наблюдали пролет метеоритов и с 7 до 8 утра в Москве. Немедленно сеть Росгидромета была переведена в режим учащенных наблюдений за весь период наблюдений за радиоактивным состоянием и за химическим состоянием воздуха. Никаких превышений уровней нет. Все находится в пределах нормы. Заклады окончены. Само себе спасибо за работу. Уважаемые коллеги, если нет вопросов, будем завершать заседание правительственной комиссии. Я обращаю внимание руководства Челябинской области. Также у нас на связи все руководители субъектов Российской Федерации, которые попали в зону воздействия метеоритного дождя. Первое. Приоритет нашей работы – оказание помощи пострадавшему населению. Закрываем контуры зданий, восстанавливаем всю работу объектов женично-коммунального хозяйства в зоне чрезвычайной ситуации. Приоритет – устойчивость работы объектов энергетики, социально значимых объектов и объектов ЖКХ. Это первое. Второе. Все граждане, которые обращаются за медицинской помощью, должны получать качественно и своевременно. Мы забираем с собой специализированную медицинскую бригаду отсюда из Москвы для оказания необходимой помощи специалистам, которые работают на местах. Третье. Приоритет также нашей работы – это устойчивость работы всех систем жизнеобеспечения. я попрошу всех руководителей органов местного соуправления на местах, всех руководителей предприятий и организаций еще раз проверить объекты энергетики, все котельные, все водозаборы, все социально значимые больницы, включая дома престарелых, роддома, больницы и другие объекты, уважаемые коллеги. Это первое. Второе. Мы организовали контроль за состоянием радиационной и химической обстановки в зоне ЧС, она стабильная, но вместе с тем я попрошу сформировать специальные рабочие группы из соответствующих специалистов и еще раз оценить устойчивость работы всех потенциально опасных объектов в регионе, в том числе особый контроль за перемещением разрядных грузов. Следующий момент. Я попрошу Российскую Академию наук с соответствующими экспертами и специалистами подготовить нам конкретные рекомендации для выполнения всех мероприятий по усилению системы мониторинга и прогнозирования, в том числе я жду конкретных предложений по развитию сегмента космического мониторинга за состоянием всей прилегающей к земному шару космической территории. Хорошо? Коллеги, если больше вопросов нет, рабочая группа правительственной комиссии вылетает на место. У нас четкий график определен. Также я попрошу подразделения МЧС России подготовить лабораторию «Струна» для оценки физической устойчивости зданий и сооружений в зоне чрезвычайных ситуаций. Всех благодарю за работу. Желаю удачи, успехов. Коллеги продолжают трудиться. Напоминаю, что на территории Челябинской области у нас введен режим чрезвычайной ситуации. Органы управления силой РСЧС Уральского федерального округа и Приворского федерального округа работают в режиме усиленной готовности. Кроме того, работает система мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации. Мы прикрываем всю территорию Российской Федерации с учетом пролета астероида, который у нас сегодня, расчетное время 23-25 по московскому времени, пролетает на расстоянии 27 тысяч километров возле земли. Еще раз напоминаю, что никакой угрозы для населения Российской Федерации этот отстроит не представляет. Рекомендую вооружиться биноклями, телескопами, и там, где будет хорошая погода, мы его понаблюдаем. Спасибо. Сипра-хатс, альсо. Сапово. Д 뉴� Circuit. Hast perception. К Чeping. Сапово. 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 Продолжение JENNY Seconds. Сапово. И тогда...